Музыка Ребят, всем привет, с вами Дава И как вы поняли по моему загорелому лицу Что мы уже вернулись с выставки Джон Кальяна Фест С кучей разных таких ништяков Малоизвестных брендов, новых брендов Я думаю, когда вы посмотрите выпуск Джон Кальяна Феста Вы поймете, почему именно малоизвестные и новые бренды И один из таких брендов у нас выстреливает первым Как М18 дымная граната Собственно, вы поняли уже, что М18 граната Все в таком милитаре стилистике Такие баночки, которые всем уже известны И, собственно, самые обыкновенные можем назвать Раньше это было круто Сейчас самые обыкновенные баночки, которые очень удобны в работе Этот табак, начинаю объяснять Меня все многие просили Да, во что по цене И поэтому я специально подходя к каждому стенду И беря какие-то вещи на обзор Я узнавал цену Короче, цена розничная Примерно до 500 рублей Соответственно, оптовая гораздо ниже Теперь, давайте, собственно, его потихонечку разбирать Сейчас я курю Кока-Колу И по Кока-Коле могу сразу сказать так Что Кока-Кола очень хорошая Не максимально приторная Но и не водяная Далее По крепости 5-6 В принципе, чего я не удивлен Потому что сейчас я мало встречаю Каких-то производителей Которые делают какой-то табак Чтобы просто пиздец выплевывать легкие Да, нет Сейчас все делают максимально стандартный Комфортный табак Который можно было курить Почему? Потому что Хочешь покрепче, блядь Есть корабль, да? Добавляй корабль И все будет окей Так По прогреву Прогревается быстро Плавно По жаростойкости Тоже все нормально Учитывая то, что я этот табак курил на Трех углях На Джон Колянофесте Под палящим солнцем И просто колба Которую можно было реально варить пельмени И Как-никак Но этот табак тоже хорошо курился Так Про колу я уже сказал Теперь следующий вкус Это красная смородина Я ее тоже прокуривал Прям там на фестивале Красная смородина Возможно Она немного отличается От той смородины Которую мы все курили И для меня было сложно Именно оценивать красную смородину Поэтому я сошелся к тому Что Вкус как бы окей Но вот чего-то мне в нем не хватило Прям там на выставке Да И у меня как вы видите Забито две чашечки Это здесь Мармеладный лимон И соответственно Ниддлс елочки Да Как Заверял производитель Что Круче елок Я еще не курил Поэтому у меня Елочки здесь есть Пахнут они реально супер Мне кажется Даже лучше чем Пахнет Ниддлс от Дарксайда Ну это только по запаху Как мы знаем Запах бывает иногда обманчивый По консистенции И всему остальному Учитывая что Банки не первой свежести Так бы да Сказать Но Лимон хоть и едкий Он прям Очень едкий Но банку Как вы заметите Он не выгнал вообще Да Учитывая то что Его уже курили Как бы все остальное Да Но баночки он не выгинал Это есть Хороший в этом плюс В том что Концентрация Довольно таки хорошая Из каких-то Негативных моментов Которые я возможно Заметил в этом табаке Это Чуть-чуть Сложновато С ним работать В плане того Что он очень жиденький То есть Количество сиропа Хотелось бы Чтобы производитель Если он посмотрит Это конечно же Сделал поменьше Чтобы было Намного это все Приятнее По самому табаку Здесь Берли Плюс Вирджиния В очень Интересных Пропорциях Так что Как бы Ты куришь Вроде насыщаешься Но Нет ярко Выраженного Такого Бьющего Эффекта Именно Берли Нет шоколадного Оттенка Берли Нет табачного Берли А также И нету того Что ты чувствуешь Воду Либо Собственно Как это слово Мыльность От Вирджинии И еще раз повторю Что кола Довольно таки Грамотная Очень хорошая Не едкая Негазированная А именно Мармеладная Кока-кола Но не слишком Сладкая Короче Я не знаю Как вам Считать Короче Комфортненько Все у ребят Получилось Приятно Это новый Такой продукт М18 Смок Гранейт Да То есть Дымная Граната Я думаю Сейчас мы Покурим Лимонный Мармелад Я сейчас Быстренько Чашечку Прогрею Мы забьем И собственно Попробуем Поговорить Про лимонный Мармелад Так ли он Сильно Будет едкий Насколько Будет приятный Сам лимон И почувствуем Лимон Мармелад Мармелад Лимонный Лимон Это просто Какой-то Маркетинговый Ход В красивом Названии Как сейчас Многие Любят Делать Так что Мы сейчас Быстренько Прервемся Я сейчас Все это Перекину И потом В конце Наверное Покурим Нидлз И посмотрим Правда ли Производитель То что Заверяет Это самая Пиздатая Ёлка Которую Я когда-либо В жизни Курил И собственно Где мы Это все Снимаем По классике Это Хука Гейм 24 Который Находится На Дубровке Здесь есть Кальян Бар Кухня И конечно же Компьютерный клуб Который Вон там По лестнице Да Широкоподшипниковая 11 Дроп 7 Так что Забегайте Поиграть В Пап В Дотку И конечно же Покушать Сочные бургеры И конечно же Попить хорошие Лимонады Так что Идем Переключаемся На следующий вкус Это Лимонный Мармелад Спасибо Так Лимонад Первые тяжкие Не сильно Не сильно Но Даже в какой-то степени Приятненько Знаете Когда вот ты Колу пьешь Обычную И вот тут вот так Проталкиваешь ее Вот то же самое С лимонадными Мармеладками Сейчас было Но как бы Возможно кому-то Это не понравится А мне лично Как-то даже Немного понравилось То есть такое ощущение Как будто Я накурился И у меня желудок забился Так Теперь идем По вкусу Немного кисло Но я думал Что будет еще хуже Да Приятно Мармеладка Чувствуется Здесь такая Составляющая сладости Грубо говоря Это сладкий лимон И он Немного похож Если его Прямо Мне кажется Если бы Еще его Сильнее Еще перегрел бы То это было бы Похоже Знаете На что На Нахловский лимон Да Прямо Вот такая Даже Есть вот эта Мармеладная терпкость И Лимонная свежесть И очень еще Отдает Лимон Ну Лимонными конфетками Лимон дропс Короче Грубо говоря Не Лемон мармелад А лимон дропс Да Назовем вот так Приятненько Но Лимон Очень сильно Отличается Именно Яркостью Вкуса От Кока-колы Я думал Как-то будет Более ровно То есть Но Я сейчас курю лимон И такое ощущение Как будто я курю Другой продукт Хорошо ли это плохо Я не знаю Мне лично Как бы понравилось То что есть Какой-то переход Плавный От продукта Грубо говоря В одном продукте Два разных вкуса По дымности Все окей Как бы Дымность Очень хорошая А Не бьет По горлу Вообще И Собственно Нет такого Какого-то Неприятного Привкуса От того Что я курю Моновкус Как у многих Продуктов На которые я снимал Что Моновкус Очень сложно Курить В миксах Куда еще не шло А здесь Моновкус Прям залетает Хорошо Остается Такое Среднее Мармеладно Лимонадное Ощущение На небе И на рецепторах До сих пор Знаете Такая вот Именно Остается Как будто Ароматическая Ароматический Остаток По концентрации У Лимонных Мармеладок Все очень круто Очень хорошо Ну и я думаю Что наверное Мы тоже Махнем На наши Ёлочки И будет Очень круто Так Мне Тигр Помогает Оперативника Очень О Он потек А вот А Кока-кола Не очень потекла Ты когда Запивал Колу Первый раз Ты выжимал Не выжимал Как я и говорил То что да Жидкости Многовато В табачном Листе Но я думаю Производитель Посмотрит И собственно Потом это все Исправит Так Давайте Мы сейчас Все это Прогреем И заново Включимся Ну и идем Наверное К самому Интересному Это Ёлки От М18 Я это все Хорошенечко Прогрел Прям реально Посидел В инстаграмчике Да там Даже не отвлекаясь То что у меня Чашечка может Сгореть Все это Прогрел И сейчас Специально Для вас Я буду все Это взрывать Не перегрелся Даже наоборот Не догрелся Я думал Сейчас взорву Прям Топово Топово Нет Не получилось Ёлки Ну Как сказать Я думал Будет что-то более Травянисто Такое Но Очень приятно В миксах Можно Прям Ложить Не жалеть И не бояться Что испортите Кальян И гость вам Скажет О том Что Типа Блять Бать Что за трава Нахуй Бать Что за ёлки Где Блять Лимон Который Ни в хайне Чувствуется Да Они скажут В миксе Но Здесь все Окей Даже Если вы Переложите Ёлок То будет Все Окей Прикольные ёлки Я ждал Прям Едких Ярких Мощных Ёлок Но Очень приятные Травянистость Хорошая Именно Мягкая Травянистость Я бы Назвал Это так Да Нормально Так же Даже Те же Самые Ёлки Моновкусом Очень Здорово Курить Дымить Прям Мама Не горюй Для любителей Попускать Дым В самый раз Так Давайте Грубо говоря Подведем Я вам Кое-что Покажу По Общему Вспечатлению М18 Удивил Я думал На самом деле Будет Очередная Хуетас Хуево Кукуево Да Что любят Час на рынке Представлять Лишь бы Просто Заработать Кэш Да Но Здесь все Хорошо Ребята Молодцы Сделали Прикольный Продукт Вирджиния Берли По цене Тоже Хорошо Я думаю Плюс Акциз Новые Законы Все Это Будет Не Очень Дорого Так Что Обратите На это Внимание Где Это Все Купить Я Оставлю Как Обычно Ссылочку В Описании Где Это Все Снималось Куда Вы Можете Прийти Поиграть На Компе В Какие Прикольные Игры Похавать Крутые Бургеры Салат И Полную Ценную Кухню И Конечно Главное Попить Хороших Лимонадов Либо Чего То Тоже Оставлю В Описании Это Хука Клаб Шоу Это Хука Лаунж Хука Гейм 24 Находится На Дубровке По адресу Широкоподшипникова 11 Дробь 7 Два Этажа Очень Круто Очень Интересно И То Что Я Хотел Показать Это Как красиво Дым Видно На Солнечном Свете Короче Всем Пока Продолжение следует